Видео текстуры со звуком ThinMotion. Но обо всем поподробнее. Всем привет! С вами Johnny Kicks. Перед нами главная дно программы с подготовленным объектом. Чтобы добавить материал, под сценой выбираем Material Picker, подборщик материалов, или же с помощью клавиши T, E в русской раскладке. Вместо курсора появляется пипетка, которую жмем на плоскость. По сцене появляются параметры материала, пока не будут на них застрять внимание. В параметре Color, цвет, жмем на More, больше. Здесь выбираем Texture, текстура. Программа предложит выбрать действие с текстурой. Выберем Open, открыть. В проводнике находим нужный нам файл. И здесь пользователя ждет неприятный сюрприз. Отсутствие видео форматов. Однако даже в этом случае можно анимируть изображение. Как это сделать? После добавления текстуры в настройках необходимо выбрать Scale, масштаб. После выставления нужного масштаба, жмем на More. Здесь с помощью Rotation, вращения и Axis оси, также редактируется текстура под размеры плоскости. Причем в Axis производится как смещение, так и растягивание изображения по осям. Вернемся к анимации. Раздел Speed, скорость, отвечает за движение изображения по осям. Такой вариант подойдет для рекламы на рекламных счетах, а вот для телевизора. Однако не зря в начале урока была показана видеотекстура. Чтобы добавить видео, придется обхитрить программу. Ничего не напоминает. Совершаем шаги по добавлению текстуры. В проводнике в строке поиска файлов начинаем вводить название видеофайла. После его появления выбираем файл и жмем открыть. Видеотекстура есть. Редактируем ее ранее упомянутыми средствами. Видео есть. Звука нет. Решение простое. Слева библиотека. Objects объекты. Sounds звуки. Выбираем любой из доступных звуков и добавляем на плоскость. Под окном редактора появились настройки звука. Включение и отключение. Громкость. Форма. И диапазон. После корректировок звука, пример готового видео. В отличие от тех же объектов и материалов, в Twinmotion невозможно импортировать звук. Что не может не вызывать грусть. В целом же, добавить видеотекстуру в Twinmotion легко, однако придется опираться только на библиотечные звуки и ждать возможности добавления импортированных звуков. В новых версиях программы. На этом же урок подошел к концу. Понравилось видео? Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Остались вопросы? Пишите в комментариях, что вас интересует. Всем спасибо за внимание. И до скорых встреч.